МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Будем здоровы! В последние два года для моих сегодняшних гостей эти слова не пустой звук. Что такое терпение и ежедневная работа над собой? Олег и Галина Беловы знают не понаслышке. Здравствуйте! Вы смотрите Город С, с вами Мариана Мирная. И вам здравствуйте! Очень приятно, что пришли, что дошли. Знаю, что с репетицией ко мне сегодня вы приехали. Рассказывайте, что репетируете, где, с кем. Потому что, несмотря на то, что в театре сейчас у Олега не такая насыщенная жизнь, сама по себе творческая жизнь все равно насыщенная. Творческий человек найдет. Свинья грязь найдет, да. Как заняться творчеством. Откуда приехали, чего репетируем? Говори. При Самарской психиатрической больнице в отделении реабилитации есть такое направление арт-реабилитации, которым мы занимаемся вот уже три года. Сделали несколько спектаклей. И вот сейчас готовим новый спектакль по детским стихам Михалкова и Барто и по детским песням, который будет называться «Здравствуй, детство». Здорово. Как идут репетиции? Насколько процесс репетиционный? Отличается ли он от процесса репетиционного в театре? Если отличается, то чем? Или это все равно репетиция, она и есть репетиция? Отличается он одним. То, что я даже студентов хотел привести, работаю три года, там хотел привести, показать, как нужно относиться к своей работе. Вот. Да. Вот этим отличается. Ребята с такой готовностью и с таким желанием это делают, что у нас в театре, к сожалению, сейчас большая редкость, когда желание... Ну, это нормально. Артисты вечно чем-то недовольны. Это нормально. Ну, суки, на дети. То есть у вас артисты, получается, там, наоборот, они стреляют. Они, наверное, вас очень ждут, да? Но у нас и цели другие. У нас нету цели, как в театре. У нас нету цели, там, ни золотой маски, ничего. У нас совсем другие цели. У нас цель, чтобы им было хорошо. Это реабилитация, чтобы они адаптировались через театр, адаптировались к социуму. Как это пришло вообще, да? То есть откуда поступило, каким образом предложение, Галь, к вашей семье, чтобы вы вот занялись этим делом? И насколько, вот, я так понимаю, что все-таки интерес возник сразу, да? Потому что это очень и полезно, и надо чем-то заниматься, да, все-таки? Первое поступило предложение, это буквально прям на четвертый месяц после того, что случился инсульт с Олегом. Когда я вышел уже из больницы. Из больницы, из санатория, и вот прям вот первый месяц, мы даже вздохнуть еще не успели, звонок от Вячеслава Алексеевича Говосткова, и он мне говорит, Галь, сейчас будет тяжело. Олегу дали первую группу инвалидности. Мы вынуждены его уволить из театра. Ну, чтобы я получал пенсию. То есть это наше законодательство, я не могу. Он говорит, а я понимаю, что он все равно, так как он творческий человек, этот творческий запас, он выплес, требует выхода. И он говорит, а меня давно уже просит Шейфер Михаил Соломонович, главврач нашей психиатрической больницы, дать ему человека для артреабилитации. Ну, и он мне говорит, я тебя очень прошу, просто вот вы поедьте и посмотрите. Так как ты все время с ним, и в любом случае ты с ним, и, ну, а вдруг, а вдруг вот сложится. Тем более, говорит, ему там не надо ходить по сцене, ему просто сидеть, говорить, как бы руководить только. То есть это можно при парализации это делать. Разговаривают, я нормально, соображаю, тоже нормально. И плюс это своего рода тоже творческий выплеск. Ну, и вот мы как... Я Олегу предложила и говорю, Олег, ну ничего случайного, вот то, что с нами происходит, не бывает. Если это предложение поступило нам, ну давай поедем, посмотрим. Причем она действительно меня уговаривала, потому что она знает, что я, у меня никогда не было режиссерских амбиций, я не люблю ставить. И у меня никогда желания не было. Она говорит, ну ты понимаешь, что она правильно говорит? Она говорит, ты пойми, если это поступило, то это не просто так. Я говорю, давай попробуем. Значит, нужно попробовать. Давай попробуем. Я говорю, ну ладно. Ну так как мне выбирать, во-первых, было нечего, а работать хотелось. Галь, ну вот получается у тебя такая интересная штука. Ты уже, я не знаю, я не знаю, какими должностями, профессиями тебя уже называют. Ты и администратор, и насколько я помню, еще с давних времен все это реквизиты, и носильщик, и ставильщик. Ты все, да, получается? Это вот такой универсальный солдат. Человек, да, универсальный. Но я хочу сказать, вот этот ее жизненный опыт, весь, вот все ее профессии, они так пригодились здесь, потому что здесь, если там она по необходимости, я говорю, Галь, надо помочь там, то здесь она буквально этим всем занимается. Это ее прямая обязанность. То есть она с меня полностью сняла вот этот груз, вот этого самого тяжелого труда, вот этой вот всей подбора музыки, таскания, поиска реквизита, костюмов, одежда с ценным, декораций, вот этого всего. Я занимаюсь только чистым творчеством. Чистым творчеством. Она все это оформляет. Прекрасно, как у вас симбиоз чудесный. Да. Что-то было, с чем, ну, понятно, пришлось в итоге там справиться, но на что ты, по-первых, разводила руки и думала, боже мой, а с этим-то я как буду справляться? Что это было? Был, вот, первый самый вот наш вход в больницу, в реабилитацию, это страх, потому что психиатрическая больница вызывала всегда внутренний страх. Что-то страшное, закрытое, такое учреждение очень непонятное. Ну, и знакомые нам по кино и по всем книгам, что это палата номер 6, и это все, это все вот тюрьма, только в белых халатах. Вот эти двери открылись, и встретил нас главврач, заведующий реабилитационного центра, и психологи, которые работают в реабилитационном центре. Это, я не устану повторять, вот если бы не они, если бы не их улыбки и не их отношение к своей работе, вот я то, что увидела, мы бы никогда бы не пошли туда работать. Ну, там совсем другие люди, это совсем другие, я говорю, вот при всем том, что врачи, много, масса замечательных врачей, но там, я говорю, это какая-то совершенно другая каста врачей, потому что там совсем другие отношения, взаимоотношения. Ну, вот чтобы дальше продолжить нашу беседу, да, хочется тоже нашим зрителям, не все это видели, в театрах не показывалось это и так далее, но это не просто, да, вы приходите и не пойми, чем занимаетесь людьми, есть продукт, который, да, выпускается, так скажем. Я даже больше скажу, не только продукт, у нас уже есть театр даже и название театра, это мы были в шоте. Как называется театр? Когда нас впервые пригласили в Москву на фестиваль, мы с одной стороны порадовались, тут приходит, это в первый же год случилось, и тут приходит одна из врачей наших, и говорит, ребят, срочно Москва требует названия театра. Я говорю, какого театра? Вы чего? Я вообще приехал сюда, один спектакль, вот просто реабилитация. Нет, надо театр. И мы с ребятами сели, и они сами предложили, как-то так за чаем сидели. Три актера у нас было первых. Всего три актера, да, было первых. И они как-то говорят, а давайте назовем счастливый случай. И мы так вроде, а почему? Они говорят, там вот была актриса, она говорит, вы знаете, я вас видела, я, когда еще даже здесь, не была, не попала сюда, я ходила в театр, на спектакль, я смотрела вас, и я даже поверить не могла, что мне выпадет счастье не только с вами общаться, но еще и работать с вами. А я им говорю, ребят, вы понимаете, самое интересное, что это и для меня счастливый случай, потому что я вот сейчас тоже не перестаю повторять. Я пришел туда помогать, но неизвестно, кто кому больше помог, я им или они мне. Потому что вот то, что дали они мне, они мне дали ощущение моей полноценности. Я после болезни вышел, вот, это парализация, то есть ты как бы не можешь с одной стороны половину себя обслуживать, плюс, естественно, я вынужден был лишиться любимой работы, а здесь я понял, что я нужен, что я могу, и что это получается, и что я не выброшен из жизни. Ну и давайте посмотрим первый спектакль «Графа Нулина», да? Да. Первым было произведением, которое вы поставили. Смотрим и продолжаем обсуждение. Вот у крыльца, вот все не входят. Пока мисс Барина теперь покой особенный отводит, и Насте шатворяют дверь, пока Мехар шумит, хлопочет, и Барин одеваться хочет, сказать ли вам, кто он таков? Граф Нулин из чужих краев, где промотал он в вихре моды свои грядущие доходы. Себя казать, как чудный зверь, в Петрополь едет он теперь с запасом фраков и жилетов, шляп, вееров, плащей, корсетов, булавок, западок, ларнетов, цветных чулков, цветных платков, чулков, ажюх, с ужасной книжкой Экезота, с тетрадь безлых карикатур, с романом новым Вальтер Скотта, с бомом Парижского двора, с последней песней Беранжера, с мотивами России, Немпера, эс-э-тэ-ра, эс-э-тэ-ра. Уж стол накрыт, давно пора, хозяйка ждет нетерпеливо. Дверь отворилась, входит граф. Наталья Павловна, привстав, осведомляется учтиво. Каков он? Что на гайбу? Граф отвечает. Ничего. Идут за стол. Вот он садится, к ней подвигает свой прибор и начинает разговор. Святую Русь бронит, делится, как можно жить в ее снегах, жалеет о Париже, страх. А что театр? О, сиротеет! Собьен-мавэс, а фэ-пи-ти, Тальма совсем оглох, слабеет, и Мамзельмас, увы, стареет. Зато Путье, ле гран Путье, он славу дивную в народе да ныне поддержал один. Какой писатель нынче в моде? Все Дарлинко, Ле Ламартин. У нас им так же подражают. Нет, право. Так у нас умы уж развиваться начинают. Ну вот, насколько с непрофессионалами в актерском смысле, насколько приходится им что-то объяснять, показывать. Потому что все равно они же не знают, допустим, терминологию какую-то, да, специфическую, которая артистам близка и прочее. То есть это, как это зарождалось, так скажем? Вот я об этом как раз хотел сказать. Мы когда взяли этот материал, Галка мне говорит, слушай, Олег, так много текста, а они выучат. Я говорю, выучат, но пушкинский стих, он не такой сложный. Мы пришли им, прочли, а они, мы это не выучим никогда. Мы начали делать, сначала развели, все разбили на трех человек, все. Пришли на третью репетицию, они уже все знают свой текст. Галка мне говорит, слушай, Олег, надо что-то еще дополнительно брать. Они уже, что, говорит, мы будем с ним делать? Я говорю, Галя, у нас нет лимита времени, нас никто не заставляет, что нам надо полтора часа, или там два акта. Она говорит, ну ты понимаешь, все равно им хочется, потому что они уже, мало того, что они текст знают, я вижу, как они уже пытаются, приходят на репетицию, и пытаются выполнять задачи, которые я говорил на репетиции, как профессиональные артисты. И тогда мы решаем такой ход. Мы говорим, а давай возьмем еще одно стихотворение, только совсем другое, чтобы тоже было три человека, и чтобы только характеры были совсем другие, чтобы они тут же мгновенно переоделись, и мы прикрепляем туда Михалкова, как старик корову продавал. И эти три человека, эта девушка, которая была только что Наталья Павловна, она вдруг выходит коровой. Этот муж ее, барин, который был барин, выходит этим стариком, который эту корову продает. Этот граф, который был весь такой изящный граф, вдруг выходит этим воньком, пареньком, который помогает этому старику продать корову. И это превращение происходит прямо на глазах. И назвали все это «Вечер русской поэзии». Слушайте, ну здорово. Вот смотрите, еще такой момент. Вы занимаетесь, получается, тоже как и творческие люди, и тоже как, наверное, ну врачи в кавычках, да? Да. Вы занимаетесь реабилитацией тем, кому это необходимо. Но я знаю, я тоже сделала сюжеты, и арт-терапия вот по танцам. Да, потому что реабилитация – это не одна арт-терапия, это целый комплекс. И вот все-таки есть результат, да? Я знаю, что многие из тех, с кем вы работали, уже у вас нет в театре этих артистов, потому что, к счастью, они уже выписались, да? Да. Насколько это внутри, вот есть вот это вот, что, ну да, и мы к этому руку приложили, что человек, да, обратно в цивилизацию. Я даже больше скажу, вот случайность это, или не случайность, я не знаю, но вот мы первый спектакль сделали, два главных героя у нас нормально ушли в жизнь, и мы рады. Вы поддерживаете отношения? Да. Сделали мы второй спектакль, у нас главный герой вернул трудоспособность. Мы сделали третий спектакль, у нас главный герой... Там чудо случилось с третьим вот героем, который вообще... Ну-ка, ну-ка, скажите, чудеса, это наш профиль. Да, потому что у него шансов на выход из больницы не было, потому что от него отказались родные, а если у человека... Некуда выписываться, некуда выписываться, только интернат. И вот это вот, конечно... А он молодой парень, красивый, 37 лет. С небольшим лет, молодой, красивый парень, обаятельный. И все. А это конец жизни. И вот каждый раз, когда мы репетировали, у меня все время... Мы дни рождения, во-первых, с ними отмечаем. У нас свои традиции там есть внутренние. У нас какие-то есть свои такие взаимоотношения, как матери и ребенка. То есть я вот к ним отношусь как к своим детям. И я их обнимаю обязательно. Галка ввела, да, там целую традицию с обниманием. И это вот потом мне, как вот психологи сказали, что это очень важный момент, потому что у них же такое заболевание, когда они, наоборот, отторгают от себя людей, то есть они не допускают вот в этот круг. Мало того, что не допускают, плюс там еще есть другое. Там есть ощущение своей, что я, как человек, попавший в психиатрическую больницу, считает, что я вот... Ты понимаешь? Каждый, каждый меня считает психом, что я все со мной, от меня шарахаются, как от больного, я не знаю, там, спидом или там чем-то. И вот мы им всячески показываем, что в этом нет ничего, что они не перестали быть людьми и не перестали быть любимыми, и что мы к ним относимся точно так же, как... И это не важно, что он попал в психиатрическую больницу. Мы же не шарахаемся от людей, которые гриппом переболели. Правильно? Мы ведь не чураемся их. Ну и вот, и у нас вот этот вот Владимир, которому я каждый раз говорила, я говорю, Вовочка, вот ты знаешь, вот я прям вот чувствую, вот произойдет чудо, и вот ты выйдешь из больницы. Причем я вот это вижу, вот что это очень скоро произойдет. Я не знаю, почему я это говорила, но это вот было вот какое-то... Все время хотелось ему вот эту вот надежду, вот этот колокольчик подарить, потому что он на самом деле, он любимый наш, он чистый, светлый очень человек. Действительно. И случается, к 9 мая в этом году, к 70-летию Победы, мы готовим Василия Теркина, мы взяли это произведение специально на него, на этого человека. Весь текст, пока мы делали, мы с Олегом рыдали, потому что он ложится... Там каждое слово ложится на судьбу, на... И за три или где-то, ну, за неделю до 9 мая он нас оставляет после репетиции, говорит, ребят, я могу только вам сказать, вот просто вот меня переполняет, я боюсь глазить, и у меня поступило предложение, и меня одна женщина забирает. Ничего себе. Мы вот как стояли с Олегом, он говорит, ну, я вот-вот-вот такой вот... Он говорит, у меня два... у меня два... вам две новости, одна плохая, одна хорошая. Я говорю, ну, давай с плохой. Он говорит, я не смогу больше ходить в театр. Я говорю, а с хорошей... Вот меня забирает. Я говорю, Вовка, да ты чего? Это обе новости хорошие. У нас нет задачи сделать из тебя артиста. У нас есть главная задача, чтобы вы все вышли в этот мир и больше сюда не попадали. Слушайте, потрясающая совершенно история. Так я тебе больше скажу. После этого, а все же слышали, Галка это говорил после этого, первое, что спросили Галю, Галя, скажи, пожалуйста, кто следующий? они все на нее, как на голову посмотрели. Галя, короче, да, получилась такая. Давайте посмотрим небольшой фрагмент из спектакля Василий Теркин, который был последним, да? Да. Ну, так, крайним, да? Нельзя говорить последним. Крайним. У нас тоже традиция, это все собираем. Вот, давайте посмотрим небольшой фрагмент и продолжим наш разговор. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Не нужна нам поддержка любая, А помирать нам рановато, Есть у нас еще дома тела. А помирать нам рановато, Есть у нас еще дома тела. Вот смотрите, у вас получается достаточно широкий спектр того, что вы ставите. Вот Теркина, мы посмотрели, Граф Нулин, Есть еще Чонкин. То есть, в принципе, откуда, как вы понимаете, что нужно ставить? От людей отталкиваетесь, когда новые какие-то появляются у вас? Нет, первое, что мы пришли, так как это для нас была новая тема, Я понимал, что здесь никому не нужны мои режиссерские амбиции. Здесь мы пришли совсем за другим. И поэтому я, естественно, обратился к врачам. Я сказал, ребята, пьес очень много. И у меня задумок еще больше. Скажите, что нужно? Потому что они говорят, поймите, нужно как можно больше позитива, юмора. Потому что, говорят, поймите, им негативы вот так вот в жизни хватает. И что-то, с чем бы они могли себя ассоциировать. Допустим, если мужчина, то герой. Если женщина, то леди. Что они точно такие же нормальные люди. И поэтому вот этим и был выбор репертуара определен. Вот Пушкин, во-первых, это граф, это Наталья Павловна. И плюс пушкинский стих. Это такая культура, пушкинский юмор. Слушайте, это очень не хочу тоже вот перебивать, но так хочется еще много всего с вами обсудить, а времени все меньше. Начинали, вот насколько я знаю, да, вы рассказывали, начинали буквально с трех артистов и двух стульев, не было ничего. Потом постепенно, потихонечку начинало происходить это наполнение, да, ну как водится, мы несли все из дома, даже наверняка декорации, костюмы и прочее. Нет, но помимо этого нам, конечно, очень помог Михаил Соломонович. Если бы не он, конечно... Главврач. Главврач. Это до этого не дошло. Мы взяли новый спектакль «Чеховского медведя», проработав какое-то время, я говорю, Галь, надо показать, ну проверить на врачей. Давай, говорю, пригласим на прогон. Вот, мы позвали Михаила Соломоновича еще, он посмотрел первый прогон, половина спектакля, даже не целую еще, половина спектакля, после чего вышел, сказал, ребят, что вам нужно, скажите, есть люди, которые готовы давать деньги, помогать, говорят, вам декорацию сделать. Я говорю, Михаил Соломонович, да где ее хранить, эту декорацию, вы нам единственный конференц-зал, оформите под зал, чтобы у нас были кулиски, чтобы у нас был занавес, чтобы у нас были тросики, на которые мы могли бы подвесить, там, задник, если надо, там. Он говорит, все, там пара фонарей, чтобы было, он говорит, все, Олег, посчитайте, что вам нужно. Мы все посчитали, разобрали, и он на это нашел людей, которые дали деньги, нам это все сделали, и теперь у нас есть четыре фонаря, каждый из них на отдельной ручке, то есть я могу даже свет выставлять. Слушай, потрясающе, это прям настоящий театр. Да у нас занавес, у нас задник, который мы меняем, как в оперном театре, и поэтому у нас каждый раз новая декорация. Здорово, декорация нарисованная, да? Да, она нарисованная, но... Придумываю каждый раз что-то, стараюсь. Но мы хитрим, мы делаем рисунок с аппликацией, и получается объемные. Ага, но в разных все равно, у меня по-разному, я стараюсь, да. Ну и тоже хочется посмотреть, потому что, я говорю, у вас так много всего интересного и нового, полчаса нашего эфира, конечно, очень мало. Спектакль «Медведь» еще давайте посмотрим и вернемся. Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торzok Дима Торzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Как это вот хотела спросить Как это происходит Они же эти люди Прикреплены к больнице И свободного выхода Из больницы Пока их не видят А у кого-то есть То есть у вас вот это Как технически происходит С вами ездят какие-то врачи Чтобы ответственности Нет, сейчас уже нет Это первый год Мы еще как-то с нами Психологи были Мы пока вникали То есть сейчас я отвечаю За каждого больного Так как я работаю В этой больнице Я официально там работаю То есть вы на официальной галле Десять человек ко мне зашли На репетицию за них Все, вот на это время За эти полтора часа Два, где полтора-два часа Я за них отвечаю Минутка остается буквально До конца эфира За кадром, Галь, мы с тобой говорили О том, что у тебя теперь получилось Ты тоже теперь и режиссер И да куча вообще еще И все эти профессии Даже актрисой была И актрисой была Ты устаешь? Это приятная усталость Олег, ты, наверное, не устаешь Тебе наоборот Тебе побольше бы, да? Да нет, нет Ну это невозможно не уставать Потому что эмоциональная работа Она тоже работа Это Я не берусь судить У кого больше Это у кого тяжелее Это все совершенно разное Но я имею в виду Когда люди разговаривают Когда вот учителя Ведут урок Казалось бы, что там, да? Он говорит только Это эмоциональный выплеск Это очень Тоже тяжело И то же самое Я вам желаю успехов Спасибо огромное, что пришли Со зрителями Увидимся в следующую пятницу Я с вами прощаюсь До встречи Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин